шалом написано в книге притчи царя соломона воспитывай отрока по его пути и даже состарившись не отступит он от него это очень такая замысловатая глубокая мудрая фраза которая напомнила мне однажды одну историю про женщину которая работала медсестрой в онкологическом отделении где люди доживали последние дни своей жизни вот эта женщина она разговаривала с ними они открывались ей и в конце концов она издала очень известную книгу в которой она пишет о пяти вещах о которой люди сожалеют вот в конце своей жизни в таких ситуациях чаще всего упоминалась одна причина вот этого сожаления мы не были самим собой в течение жизни мы шли по советам других мы подстраивались под какие-то ситуации мы жили не не самим собой все время откладывали 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 и не повезло когда ты читаешь такие может быть грустные строчки ты опять возвращаешься к царю соломон воспитывай отрока а что такое отрок отрок это состояние человека который отрекается отрок может быть в любом возрасте знаете это можно начать действительно с воспитания детей когда родители заставляют их принять ту или другую профессию будь инженером будь врачом будь писателем что имел ввиду соломон когда он говорил воспитывай вот этого отрока по его пути и вот так как нам открывают это мудрецы хасидизма что у каждого человека у каждого отрока есть общий один путь это духовный путь это путь веры когда у тебя есть вера когда у тебя есть любовь и страх к богу даже состарившись ты никогда не упадешь но иногда человек должен быть самим собой он должен выбирать моменты где он вот свой креатив может вывести из вот этой ситуации где он подвластен разным веянием раби зюша великий хасидский наш пример такой цадик который говорил когда я поднимусь наверх наверху не будут от меня требовать почему ты не был как моисей будут говорить почему ты не был самим собой как зюша нам очень часто кажется что мы должны здесь быть как как профессор математики или знать полностью все театральные афиши чтобы не дай бог не попасть в просак в компании когда кто-то обсуждает какую-то там театральную постановку или какой-то фильм куда мелодию какую-то песню куда группу здесь данном случае наши мудрецы говорят прекрасную вещь они говорят что мудрый человек он выслушивает кого-то до конца он обдумывает свои слова и когда он не знает он говорит что я не знаю это тоже называется быть самим собой вот это состояние быть самим собой оно должно подтолкнуть нас к развитию и может быть поэтому сожалеют люди потом когда они подстраиваются под кого-то делаются где то что они гений а где то что они идиоты лишь бы найти благоволение в очах кого-то и это останавливает их развитие дай отроку его путь чтобы он был самим собой чтобы он внимал к мудрым людям и не вмешивался не никого не прерывал и не вмешивался в разговор впитывал всю информацию а где нужно чтобы он помог сказал рассказал вот это состояние самим собой дамы и господа дай бог чтоб вот мы как отроки потому что согласитесь мы иногда отроки иногда отрекаемся от того что говорили вчера это называется не быть самим собой дай бог чтобы мы стояли на своем защищали свои позиции но иногда оставляли их в пользу мудрых людей и мудрости шалом шалом а а а а а а а